ну давайте сегодня в кубики поиграем я бы конечно мог бы вам сделать и компьютерную графику но вы подумали что закадровый текст человек написал скачал где-то с интернета да нет все в голове здесь ну и хотел бы я вам рассказать вот одним планом буквально если буду немножко запинаться ничего страшного про историю одной финансовой офера которая продолжается до сих пор она хорошо сдобрена рекламой так вот она стала возможной только благодаря тому что россия очень быстро отошла от кризиса 98 года от дефолта потому что промышленность поднялась и у нас появился очень положительный рейтинг афера продолжается до сих пор и в ней правительство российской федерации приняло участие но только в первый раз она защитила нас с вами обыкновенных граждан я конечно не деньги в чужом кармане но скажу как можно легко заработать деньги и так вот эти обыкновенные кубики до схема заработка очень просто вы приезжаете допустим соединенные штаты америки организуйте там фирму можно в европу приехать где кредиты выдаются ну под два три процента возьмем вот эту сумму вы на эту сумму берете денежки и приезжайте с ними в россию затем вы делаете ооо общество с ограниченной ответственностью там достаточно по моему было и 500 рублей до недавнего времени вот и называете это все дело банком вот и вы имеете вот эту небольшую дельту то есть наша инфляция и ставка рефинансирования вот настолько отличается от американской но и от общей европейской чуть-чуть всего ничего там три процента у нас 11 12 вам естественно заработать деньги и впарить эти кредиты но до недавнего времени до 2009 года можно было добавить туда комиссию за открытие счета это же ваша структура да вы туда добавили еще значит страховочку вот вы туда добавили еще вот расчет на кассовое обслуживание в некоторых случаях это гораздо большая сумма вот и вы туда добавили еще дополнительные услуги аж кубики от волнения падают и вот под таким соусом эти кредиты и выдавались нам россиянам ну естественно мы брали потому что реально было понятно сколько у нас будет стоить колбаса через год то есть реальная инфляция в принципе перекрывала эти суммы хотя хотя ладно что самое забавное что вот эти кредиты они не выдавались большом объеме но их было очень много кредитов каждый первый россиян на их нахапался и вот наступил 2008 год самое интересное событие что банки сделали банки сказали а давайте-ка мы сохранив свое честное порядочное лицо даже вот эту сумму которую они взяли у американцев и там у других заблагорщиков отдавать не будем и мы придумаем финансовый кризис еще раз скажу что финансовый кризис имеет отношение только к банковской структуре это не кризис продавцов автомобилей это не кризис строителей это финансовый кризис банки решили объявить ну друг перед другом скажем так дефолт то есть ну списать все эти долги все нету она кого списать то но естественно наш россиян а постольку поскольку у каждого первого россиянина был не один кредит то структура была следующая просто всю информацию слили в бюро кредитных историй и каждый первый россиянин до этого нормально живший он просто засветился и только и банками естественно какие-то банки танец не банки решать сколько вам кредитом то есть все пирамидка посыпалась а вот это дело вступило правительство российской федерации и в марте 2009 года я вас попрошу очень хорошо запомнить эту дату одна гражданка довела дело до президиума высшего арбитражного суда она его выиграла естественно суде сейчас на нашей стороне на стороне каждого заемщика и в итоге все скрытые комиссии вот это вся вот эта вот фигура гипертрофированная была признана незаконной то есть если в вашем старом кредитном договоре есть эти комиссии идите в банк срочно идите в банк и уже на них накатываете вот так поступило правительство прошло два года прошло два года и казалось бы ситуация забылась потому что было проплачено очень много денег тем журнолюгам и интернет изданиях тоже чтобы они просто замолчали сей факт и сейчас что вы видите сейчас увидите обилие телевизионной рекламы где выдаются кредиты без комиссии ну типа вот 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 так вот еще это вот типа вот так вот на теперь внимание в этой же структуре вам необходимо его застраховать этот кредит вот так вот нормально да есть еще такая штука очень интересная то есть сейчас банки нашлепали себе пластиковых карт вагоны маленькие то не банки я скажу это ооо нашлепали себе пластиковых карт и сделали самое интересное включили комиссию за обналичивание денег вообще-то честно говоря такая штука незаконно потому что как и пешник я вам скажу что комиссия за обналичивание денег с моего счета как пешника это один процент они 5 этим грешат все банки понять подонки какие то есть вот еще прилетела вот вот а там дальше есть такие мелочевки вам конечно же необходимо узнать состояние счета ну естественно смс вот вам необходимо подписаться на подписку о этих предоставлении всяких там этих но шоппинговых услуг но в итоге то все то и получается то есть обаца все вернулось на круги своя все еще из с рекламой типа мы такие порядочные мы без комиссии ну да порядочные что теперь делать к чему я призываю ну во первых к чему я призываю к тому что наверное не время брать кредит и тем более что ну имея опыт печальной белоруссии где после президентских выборов но доллар стал других денег стоить вот к чему я призываю к тому чтобы вы сходили пересмотрели старые кредитные договора которые были заключены до 2009 года до того самого замечательного постановления вершую арбитражного судра если вы чего-то не успели вы можете зайти на мою страничку в одноклассниках или мне письмо в конце концов посмотрите передачу до конца там есть мой электронный адрес я вам ссылочку кину но чтобы вы понимали о чем речь идет это авторизированная копия этого документа достаточно для того чтобы ваш юрист ну юрист того банка задумался о том что стоит ли с вами дело иметь в суде и в принципе практика показалось что девяносто девять процентов судов отменяют и штрафы и пение то есть остается сел кредита фактически так оно и должно быть ну подумайте да то есть вы взяли деньги с процентами их ними и верните же а вот штрафы и пение это та самая уловка под которую банки вас подставили ну скажем так это очень удобно загнать человеку и потом еще его давить некоторые банки разорились естественно какая разница он уже попилил вот эту часть она уже у него в кармане он уже себе дом на рублевку купил 5 10 и остались некоторые долги и вот тут вот я про анонимусов теперь скажу есть такая команда анонимусов они представляются а потом теряются когда говорят вот эти анонимусы как правило работают в конторах под названием выбивай конторы это коллекторские агентства туда идут как правило работники органов потому что в органы можно вступить выйти тоже можно обратно дороге нет вот либо вояки там вообще довольно хамоватые товарищи вот и я вам скажу что вот это все что они у вас купили дачи сюда добавим там еще добавим это же проценты там все вы в долгах как шелках навоз стрелки же включили вот вот это все вот это все то что у нас накапал банк там со всеми его пирогами они купили вот даже доли здесь того нету этого сложно показать но это всего лишь один процент то есть представляете как вас разводят конечно они могут ну на лоха взять и снять счет сумму а умный человек что сделает умный человек скажет что все в суде в нормальном решается и вот тут вернувшись к анонимусом скажем что если этот анонимус начинает вам угрожать вот у меня такой был и богоправо анонимус федор вот а тем более угрожать здоровьем моему моей семьи первым делом куда нам дойти естественно в органы пишите заявление при этом если вы не успели вот все эти угрозы записать на диктофон вы уж постарайтесь чтобы этот разговор шел в присутствии громкая связь есть везде вот мне это играет смертью какая разница 0 это чуть-чуть побыстрее господу отправлюсь и смерть то я не боюсь и вижу каждые полгода если не чаще дядя федор сейчас будет знаком со всеми моими товарищами которых я люблю с детства потому что извините милиционером ментом я был по сути и мы остаюсь но есть на что погона только у меня эфемерная так за закон и опять же вот и небольшая реклама в конце программы банка у нас есть очень очень хороший банк вот этот очень очень хороший банк свое время очень очень хорошо вкладывал комиссии за открытие счета плату за яркого представляете рк 2 с половиной тысячи рублей выбрали кредит ну допустим 50 тысяч а плюсом еще и две с половиной тысячи по умолчанию шло вот и вот этими всеми делами он тоже страдал вот это очень хороший банк без вопросов этот очень хороший банк вот он даже простил жировому к уровне своему сотруднику четыре с половиной миллиарда долларов точнее евро вот это очень хороший банк действительно настоящий такой поступок ну менеджер немножко обкакался ну ладно прости ему тем более знаю что есть еще и очень очень хорошая россия где этот же банк ну наверно этот же банк ну дает кредиты вот теперь что касаемо этого очень хорошего банка этот очень очень хороший банк несмотря на то что у нас были с ним давнишние хорошие истории два кредита ему заплатил причем досрочно вот решил со мной поэкспериментировать и по судам потаскаться потаскался вот ну понятно что это очень хороший банк у него очень мощная юридическая поддержка вам надо очень сильно подумать прежде чем обратиться в эту структуру иначе такая же будет петрушка вот и естественно этот очень очень хороший банк магнитогорском суде получил порыву вот но на этом не успокоился и теперь мы едем в челябинск имя этого очень очень хорошего банка рус финанс небольшая 5 секундная реклама в конце сюжета